Здравствуйте! В эфире Астана онлайн программа, в которой мы оперативно и достоверно говорим на актуальные темы искусства, науки, культуры и образования. В Казахстане проходит общественное обсуждение проекта концепции культурной политики Республики Казахстан. Какова основная цель концепции, когда она будет принята, кто и какие специалисты принимают участие в ее разработке. Об этом и многом другом с Надеждой Горобец, директором Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац. Но сначала предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Уже в ближайшие годы жизнь областных театров может измениться до неузнаваемости. Сегодня, как отмечают в Минкультуре, каждый театр варится в собственном соку. В итоге в 9 из 14 нет либо художественных руководителей, либо главных режиссеров. Молодых специалистов не берут также на работу. Одна из причин заключается в том, что никто из них не контролирует ни репертуарную, ни кадровую политику. Как правило показывают, что в театрах, недавно приехали на гастроли, из 7 спектаклей, 3 спектакля являются авторской работой руководителей этой организации. Пускай это будет подчинение, скажем, областных акиматов. Самое главное, чтобы была единая политика, репертуарная политика, кадровая политика и гастрольная политика. Обсуждают проект первой концепции культурной политики и представителей Министерства культуры и творческой интеллигенции. Одна из главных инициатив создания национального совета, который координировал бы работу учреждений культуры, в том числе и в регионах. Кроме того, как в воздух необходимы новые законы. И тут же был бы национальный совет, который координировал эти действия, но, естественно, который не давлел бы, а чтобы был не монолог, а был диалог равных. Чтобы была обратная связь. И я думаю, что действительно тогда в казахстанском искусстве был бы подъем, настоящий ренессанс. По мнению представителей творческой интеллигенции, из-за пробелов законодательства мы часто теряем артефакты, представляющие историческую ценность. Необходим и отдельный закон о киноиндустрии. Пока его нет, отечественное кино не может развиваться. Ни один кинотеатр не открывается без системы долбий. А если мы будем кино делать, в котором нет звука, долбий, например, это кино не будет показываться по техническим параметрам, какое бы хорошее кино не было бы. И поэтому наши студенты должны завтра работать на таких оборудованиях. У нас в студии есть современная кинокамера Ария Лекса. Это современная мощная кинокамера, которая снимает художественные фильмы, например, Голливуд снимает. И наш студент сегодня имеет такую возможность на этой камере работать, обучиться. И когда он выходит на рынок кино и телевидения, он будет уже конкурентоспособным. В рамках концепции планируют создать культурные кластеры и усовершенствовать систему финансирования. Здравствуйте, Надежда Григорьевна. Добро пожаловать в нашу студию. Для начала хотелось бы узнать все-таки поподробнее о названии. Что такое, что из себя представляет в целом культурная политика? Как ее понимать? Культурная политика – это система взглядов государства и общества на свое взаимодействие. То есть культурная политика определяет, собственно говоря, механизмы, которые позволят государству стимулировать развитие культуры и обществу участвовать в этом процессе, причем как потребителям культурной продукции, так и создателям, творцам. То есть вот это триединое пространство, оно регулируется концепцией культурной политики. А чем отражена казахстанская культурная политика? Есть ли какая-то специфика, отличная от другой? Казахстанская культурная политика, в принципе, я думаю, что отличается, как и любой другой страны, прежде всего потому, что культура каждого народа, она самобытна. Она помогает народу самоидентифицировать себя в пространстве, в обществе. И поэтому она не может быть копией политики другой страны. И наша концепция, она определяет главной задачей своей, это формирование духовно-нравственной, социально-активной личности. Это главная цель, которую мы преследуем, исходя из всех возможностей, которые на сегодня существуют в нашей культуре. Если с общих терминов теории перейти к практике, то как это будет осуществляться наглядно, на примере? Можно узнать? Да, конечно. Я думаю, что сегодня, когда идут дебаты вокруг нашей концепции, собственно говоря, все вопросы связаны именно с этим. Когда мы говорим о концепции, мы все-таки говорим о теоретической части государственных действий. То есть мы определяем направление. И далее, безусловно, следует вопрос, каковы механизмы, что может измениться, и как общество придет к достижению таких высоких целей, которые мы ставим в концепции. Я думаю, прежде всего, в этой концепции определены задачи по созданию правового поля, потому что, если мы говорим о взаимоотношениях, то они, безусловно, регулируются законодательными актами. И на сегодня мы говорим о том, что прежде чем начинать реализацию каких-то масштабных мероприятий, мы должны создать правовое поле. Да, оно в культуре, безусловно, сегодня есть. Это закон о культуре, прежде всего, наш отраслевой закон. Но, тем не менее, мы говорим о динамично развивающейся жизни вообще и о тех колоссальных задачах, которые сегодня стоят перед нашим обществом. И видим, что мы уже не вмещаемся в этот закон в плане выполнения таких сложных задач. Поэтому мы считаем, что настала пора говорить о том, что в отрасли есть основа законодательства, и необходимо далее для динамичного развития принимать уже законы, которые отдельную отрасль культуры регулируют. То есть, прежде всего, это закон о кино, безусловно, скорее всего, это закон о театрах, закон о библиотеках и о музеях. Почему мы об этом говорим? Потому что на сегодняшний день это наши главные флагманы, можно сказать, и те сферы, которые не просто сохраняют историко-культурное наследие, но и продолжают его развивать, продолжают создавать новые произведения, новые, закладывать новые единицы хранения. То есть, вот все то, что способствует дальнейшему использованию в обществе культурного богатства нашего. И поэтому, я думаю, что мы определились, наверное, все-таки правильно, когда в создании правового поля заложили разработку вот этих законодательных актов и документов. Кроме того, естественно, в современном культурном понятии есть и инфраструктура, без которой, естественно, реализация невозможна. И когда сегодня наши оппоненты опасаются, как же, когда вы выходите на магистральные какие-то новые понятия кластеров, что станет с нашей инфраструктурой, которая есть, и хочу успокоить всех, что инфраструктура сохранится. Более того, она является нашей опорной базой. Когда мы ставим какие-то задачи и говорим о результатах, мы говорим прежде всего о том, что мы сохраняем существующую базу, но закладываем все-таки возможности ее интенсивного использования. И говорим о диверсификации, но уже на основе креативного подхода. То есть, это должны быть принципиально новые какие-то решения, которые позволят нам расширить возможности казахстанской культуры и казахстанского культурного пространства. Вот поэтому у нас родились кластеры. И, собственно говоря, президент в своем послании определил это как одну из важных задач. Поэтому кластерный подход, он на сегодня является для культуры позитивным, креативным. И, я думаю, позволит дальше вовлекать не просто, вернее, сделать доступными реализацию наших конституционных положений. Это доступность, прежде всего, свобода творчества. Но еще и как-то вовлечь наших сограждан в активный творческий процесс. Те четыре направления, которые вы перечислили выше, это кино, театр, музей и библиотеки, получат, я так понимаю, новый рывок и поддержку от государства. Так ведь, да? Да, безусловно. Развитие данных направлений приведет, должно, по крайней мере, согласно цели культурной политики, привести к культуре общества. То есть, ведь она сама по себе и самая главная в нашей общественной жизни, это и культура на дорогах, это и культура в общении, это культура поведения. Оно так или иначе издревле принято считать, что эти четыре направления в целом развивают общество. Это ли главная цель развития культурного общества в нашей стране? Безусловно, когда мы говорим о культурной политике, мы имеем в виду не просто развитие инфраструктуры и создание культурного продукта. То есть, есть какая-то определенная цель, да? Да, мы говорим прежде всего о том, что культура должна стать главным инструментом формирования личности, именно с менталитетом конкурентоспособным. Потому что сегодня мы говорим, президент ставит задачи активно включаться в процесс созидательный. И для того, чтобы личность могла действительно самоопределиться в этом процессе, она должна обладать высоким потенциалом культуры. Потому что на самом деле культура пронизывает все сферы нашей жизни, и это мы с вами ощущаем. И как только у нас возникает пробел в нашем багаже культурных ценностей, его занимают другие чуждые нам идеологии. И это страшно, потому что тогда наступает вот такое вот, вернее, общество тогда, оно как бы без корневое. На самом деле мы должны воспитать именно казахстанцев, и когда мы говорим о новом казахстанском патриотизме, мы отнюдь не имеем в виду, что нужно коренным образом как-то представление наше о патриотизме поменять. Мы просто говорим о том, что настала пора гордиться своей страной, гордиться своими достижениями и ставить перед собой высокие цели для того, чтобы эта страна стала еще лучше. Вот такая мотивация должна быть у каждого. Ее, естественно, формирует. Это прежде всего культурное наследие. Это те традиции, которые веками закладывались нашими предками. Потому что именно мироощущение, мера дозволенного и недозволенного, она закладывается в традициях. И, естественно, мы связываем традиции, вернее, традиции основываются прежде всего на языке. Потому что первым таким механизмом передачи культуры от поколения к поколению является все-таки язык. И поэтому сегодня это один из главных инструментов, который предстоит развивать и поддерживать государство для того, чтобы мы действительно говорили о целостном и комплексном подходе в развитии культуры. Вы знаете, основной упор, мне кажется, будет делаться на молодежь, на подрастающее поколение. Вот именно этот контингент нашего общества, который нужно будет действительно развивать и, наверное, согласно новой политике, оккультуривать. Потому что мы все прекрасно знаем, не буду делать никакого сравнения, просто есть и была советская культура. Если вы вспомните фильмы, которые были в то время, они несли какую-то общую одну идеологию. Да, в каждую эпоху она была разная. В сталинские времена были такие фильмы, во времена 80-х годов были такие фильмы, но они все несли какую-то общую цель. Скажется ли это как-то на нашем кинематографе? Безусловно. Одним из основных направлений определенных концепций у нас выделено создание образа нашего современника. Вот таких ярких художественных образов. Потому что мы сегодня ощущаем недостаточность именно в этом. Потому что, как говорит наша молодежь, делать жизнь с кого? Действительно. То есть современный герой должен появиться, и он должен найти свое воплощение как в кинематографии, так и на сцене театра. В нашей литературе, безусловно. Поэтому и понятно, что должен работать нам молодежь вот этот вот продукт наш. Потому что молодежь... Нужно еще суметь их привлечь, заинтересовать. Ну, в этом-то и задача главная. И мы поэтому и говорим о том, что задача литераторов все-таки создать яркие художественные произведения. И эти произведения должны не просто сегодня критически рассуждать о том, каким нельзя быть. Я думаю, мы этот этап уже прошли. Вот для литературы нашей времена критического реализма прошли. Наверное, мы сегодня должны говорить, нравится нам или не нравится. Пусть это будет не социалистический реализм. Пусть это будет социальный реализм. Но созидательный. И сегодня задача литературы именно в этом. И мы это в концепции, естественно, определяем. Но эта литература, она должна стать доступной. Правильно? Мы же сегодня говорим о том, что у культуры очень много форм донесения до нашего потребителя своих произведений. И вот тех ценностей, которые заложены, должны быть в каждом произведении. Поэтому мы говорим сегодня и о кино, и о театре. Но кино самое массовое искусство. От этого мы никуда не денемся. Она оказывает самое большое влияние, наверное, скорее всего. Аудио-визуальная система, она, естественно, оказывает самое большое влияние. Потом сегодня мы видим небывалый подъем молодежного интереса к сфере кино. И мы этим должны, естественно, воспользоваться. А в казахстанской литературе, в казахстанской истории есть масса образов, на которые можно равняться, если говорить о прошлом. И я думаю, что сегодня тоже наша задача с вами, все-таки наших современников, которые работают сегодня на Казахстан, которые стремятся получить свои знания и применить их для того, чтобы Казахстан развивался дальше. Я думаю, тоже таких немало, и мы сегодня должны их видеть. И задача у литераторов очень непростая, но, тем не менее, она должна реализоваться и в ближайшее время, потому что мы упускаем уже несколько поколений. Я думаю, это важно. Но плюс ко всему мы рассматриваем еще и молодежь в контексте образования. Сегодня мы говорим о том, что произошло выхолощивание какого-то гуманистического начала в образовании, и наша задача все-таки вернуть это все. Поэтому мы, когда говорим о нашей концепции, мы говорим еще и о взаимодействии отраслевых министерств. Это самая главная, важная и, я думаю, сложная задача, потому что это и туризм, это и образование, это молодежная наша политика. То есть масса моментов, которые мы должны учитывать и должны найти точки соприкосновения и совместные пути реализации вот этих возможностей. А в образовании особенно, потому что сегодня, да, мы рассматриваем блоки, это прежде всего доступность художественного образования, да, должны открываться музыкальные школы, изо-студии. То есть вот те самые организации, вернее, те самые объекты, которые помогут нашим детям раньше определиться в своих стремлениях, в своих пристрастиях. То есть это позволит нам производить ранний поиск талантливой молодежи, это одно. А второе, все-таки в общей образовательной системе точно так же мы должны уделять большое значение воспитанию культуры. И плюс ко всему учитывать все-таки в предметном раскладе вот эту составляющую культуры как таковой. Потому что на сегодня, да, метод тестирования, он как-то уводит человека к выбору чужих мыслей. То есть мы даем ему варианты ответа, а сам он не оценивает происходящее, не дает свою оценку. Вот этот перекос тоже должен быть устранен. Мы думаем, что это в системе, может быть, методики преподавания и так далее. То есть культура, она настолько многогранна, что вот сегодня, когда мы говорим о культурной политике, просто невозможно все сразу обводить. Невозможно увидеть грани и формат. Тем не менее, поэтому, зная о том, что это волнует все общество, мы и привлекли к обсуждению нашей концепции вот такие широкие слои нашего общества, представительства различных групп. Потому что мы понимаем, что от их мнения тоже много зависит. Во время нашего разговора вы сказали, что произошло некое упущение, ну, не нескольких, а некоторого поколения. Как вы считаете, какое именно поколение было упущено? Я думаю, что это 90-е годы. Согласен. Я расцениваю это, может быть, даже не столько с точки зрения государственной политики, потому что все-таки наше государство, нужно сказать, что буквально почти сразу после перестройки обратило внимание на культуру. И вот буквально с 2000 года культура под пристальным вниманием и президента Республики Казахстан, Нурстана Мишачин-Азарбаева и правительства. То есть получает достойное финансирование. Я говорю о других вещах, когда произошло смещение в образовании, когда произошло, собственно говоря, смещение в семейном воспитании, с которого все начинается. То есть когда семьи вынуждены были выживать, они пытались найти себя. Они были очень сложными. Родители были, да, нацелены на совсем другие вещи, и дети оказались как бы, ну, предоставлены сами себе. Плюс ко всему, естественно, и программы для детей практически утратили свое назначение, потому что переход от одной идеологии к другой коснулись прежде всего и детской литературы, и детских передач, детских программ, собственно говоря, детской организации. Поэтому вот это поколение, оно, конечно, упущено. И сегодня я хочу сказать, что это поколение пытается в своих детях восполнить вот этот пробел. И мы видим, как они ведут своих детей в театры, они ведут их в библиотеки, в музеи. То есть получается, что наше общество уже формально, вернее морально, оно готово к тому, чтобы вот уже на уровне более высоких целей участвовать в культурном процессе. Нужно лишь дать правильное направление, наверное, скорее всего. Ну вот в этом цель нашей культурной политики и есть, чтобы объединить усилия для того, чтобы общество действительно обратило, вернулось к духовности, к тем моральным ценностям, которые позволяют нашему обществу продвигаться вперед и существовать уже на уровне более высоких. Согласно культурной политике, нужно будет придумать, на кого можно равняться и с кого можно брать пример. Вот, наверное, сегодня так совпало. Ехал в машине и слушал песню «Мээх» Анна Германа или «Флещик». Замечательная музыкальная композиция. Я сразу же представил советского человека. Абсолютно сразу выходит образ советского человека того времени. Каким вы видите или уже видели, как-то обговаривали на совещаниях, на собраниях новый образ современного героя нашего времени, наверное? Ну, я так думаю, что изобретать нам ничего не нужно. На самом деле президент нашей страны неоднократно уже называл, каким он должен быть. Я бы ему уже даже определил все-таки, что это человек высокообразованный, здоровый, обладающий большим творческим потенциалом. И волей для его реализации. Вот, то есть самое главное все-таки. Человек должен хотеть участвовать в строительстве общества. И вот эта мотивация, она всегда появляется только у высококультурного человека. Ну что ж, Надежда Григорьевна, спасибо за то, что пришли к нам в нашу студию. И спасибо вам еще раз за содержательную беседу. Напоминаю телезрителям, вы смотрели программу «Астана онлайн». Ее выпуски можно посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время. Смотрите нас по будням в этом видео.